привет друзья с вами джин лав и в этом видеоуроке мы научимся добавлять аудио в нашей записи или странице то есть будь то любая страница например а компании либо там главная страница до любая страница мы сможем сюда добавить аудио какой-то либо это будет да то записи в блогах да например будет какой-то блок и здесь будут какие-то записи тоже в эти записи мы сможем добавлять свои какие-то аудио дорожки так поехали для начала мы зарегистрируемся на одном сайте заходим в поискове google и пишем soundcloud вот такое название пишем и смотрите он нам выдает вот и вот на первой странице на сразу выяснился наш сайт нажимаем сюда и у нас появляется вот такая вот страничка сайта теперь нам нужно здесь зарегистрироваться что мы собственно и начнем делать сейчас наводим мышкой на надпись создать аккаунту тут будет написано кредит аккаунт нажимаете сюда и у вас появляется окошко для создания аккаунт и так кликаем в первую полоску и здесь прописываем ту почту которую вы создавали в первом видео уроке нажимали я зайду сейчас не и скопирую эту почту у себя и собственно вставлю в это окошко вставить далее здесь придумывайте пароль для для сайта soundcloud во второй вкладке повторяйте пароль внизу ставите галочку и потом нажимаете на кредит аккаунт смотрите если вы хотите получать письма от soundcloud туда ставьте еще вторую галочку я этого не хочу и поэтому я нажимаю на кредит аккаунт и далее нам предлагается придумать себе имя стираем здесь вот цифры придумываем себе именно английском как мы хотим видите название своего профиля на данном сайте soundcloud я например напишу не важно напишу так пишем по-английски вот такое вот имя будет далее вы выбираете здесь месяц рождения и год рождения собственно любой здесь вы выбираете кто вы мужчина женщина там собственно и дальше нажимаете на вот эту вот кнопочку все мы зарегистрировались теперь смотрите нам сейчас нужно будет подтвердить нашу почту сейчас у нас выскакивает различные подсказки это все нажимаем ok и теперь давайте вернемся в нашу почту чтобы подтвердить регистрацию вот обновим почту еще раз на всякий случай так загрузка происходит все обновились ну да пришло к нам одно письмо для подтверждения нажимаем на него и дальше нажимаем на вот эту вот кнопочку нажали все мы подтвердили свою почту и еще раз попали на сайт soundcloud далее смотрите что вы можете сейчас делать нажать сюда и нажать профиль и здесь настроить ваш профиль я рекомендую пользоваться гуглом потому что это возможно воспользоваться переводчиком нажав правой кнопкой мыши потом перевести на русский да и у нас покажет вот такие вот вещи можно добавить изображение и сделать предварительные какие-то настройки вот смотрите и все очень просто пользоваться будто у вас английская версия да если мы вернем назад вот сюда нажмем показать оригинал то все очень просто как загружать аудио дорожки нажимаете на вот эту надпись upload на этой страничке нам предлагается либо загрузить дорожку аудио дорожку с компьютера значит нам нужно нажать эту кнопочку либо если мы хотим записать какой-то аудиозапись сейчас то нам нужно нажать вот эту кнопочку старт не рекордс вот я нажму загрузить аудио дорожку с компьютера нажимаю сюда выбираю дорожку открывая и дальше смотрите у нас появляется страничка где мы что можем сделать мы можем а здесь и добавить фотографию здесь прописать название вот ну и собственно произвести другие другие настройки сейчас подождем пока у нас идет загрузка все загрузка завершена теперь произведем здесь следующие настройки пропишем название нашей аудиозаписи например назову песня кр сюда добавлю какую-нибудь фотографию собственно любое изображение не имеет никакого значения допустим вот это добавим изображение дальше сюда можно выбрать категорию прописать но это это необязательно вот это вот песня и картинка это желательно сделать чтобы было приятно нам сами смотреть дальше нажимаем это данные здесь смотрите выбрать можно следующее либо это именно ваша до композиция аудио дорожка и вы имеете все права на это аудио либо это общая дорожка и вы просто это взяли просто закачали к себе на soundcloud и на свой сайт установили то есть смотрите если вы реально имеете все права на это аудио то тогда оставляйте all records reserved если не имеете права на это аудио то доставьте галочку здесь собственно и все вот я оставлю пока здесь дальше нажимаете на вот эту надпись и здесь смотрите если вы хотите чтобы ваше аудио люди могли скачивать себе на компьютер на телефон и так далее то ставьте галочку вот здесь и тогда ваш аудио будет доступно к скачу если не хотите чтобы ваш аудио скачивалось и и его никто не мог скачать тогда эту галочку убирайте я например наоборот хочу чтобы мои аудио скачивали и галочку здесь ставлю все все это сделал теперь нажимаем здесь сава запись все собственно все у нас готово далее перейдем в свой профиль нажимаем вот сюда нажимаем профиль и вот у нас отображается здесь наша песня смотрите нажав сюда она у нас будет сразу звучать собственно играть и так далее да вот а сейчас я покажу как эту аудио запись вставить себе на сайт смотрите вам необходимо нажать на кнопку шара и у нас здесь предлагается первый вариант это просто поделиться этой ссылкой на вашу аудио запись второе если мы нажимаем на edit то у нас здесь предлагается вставить коды для вставки на сайт то есть нам вот здесь предлагается код для вставки на сайт и смотрите есть два варианта как мы можем вставить это на сайт мы можем вставить это с вот такой вот большой картиночкой вот к себе на сайт а можем вставить с маленькой картиночкой то есть вот такая вот будет полоска слева картинка справа дорожка То есть, либо таким образом можем установиться к себе на сайт, либо вот таким образом переключимся сюда. Вот таким будет установлено на сайт. То есть, большая картиночка, а внизу вот такое вот обозначение аудиодорожки. Я покажу и тот, и тот способ. Смотрите, сначала мы вставим эту аудиозапись к себе на сайт, применив вот такую вот большую картинку. Просто вот здесь вот копируем код, нажимаем копировать. В WordPress галочку, не надо ставить, не надо ничего нажимать, просто вот, как есть, копируем. И дальше переходим в свою панель управления. Или давайте зайдем сначала на сайт, да, вот на этот сайт. И, допустим, мы хотим вставить аудиодорожку, ну, на какую-нибудь страницу. Пускай это будет сначала страница. Вот страница, да, наша. Мы сюда куда-нибудь в середине вставим эту аудиодорожку. Нажали на страницу, нажали редактировать. Вот сейчас у нас страница наша откроется для редактирования. И вот открылась наша страница. Смотрите, есть такой вариант, да, у нас переключение. Визуально где-то отображается картинка и текст. И где текст. Смотрите, код мы можем вставить только в поле, где текст, да, вот здесь вот где-то. А визуально мы можем посмотреть и примерно выбрать, где нам это надо ставить. Смотрите, если мы вставим, выберем вкладку визуально и вставим код сюда, то этот код не будет работать. То есть на сайте он этообразится. Для того, чтобы интернет его смог прочитать, нам нужно этот код вставить вот здесь. Нажать текст, а потом где-то здесь вставить код. Но опять же, мы не должны прерывать другие коды. Мы не должны в середине какого-то кода вставить свой код. Давайте посмотрим, где вставить. Нажимаем визуально. И допустим, я хочу вставить после, когда заканчивает слово, другое. Вот, нажимаю текст, читаю фразу эту, все. Вот, вижу, что заканчивается надпись «Другое». И вот здесь беру, ставлю палочку, либо могу нажать Enter в новой строке. Вставляю этот код. Вставляю код. Все, вставил. Теперь нажимаю «Обновить». Все, обновил. Теперь нажимаю «Просмотреть страницу». И, собственно, вот наша аудиозапись с красивой картинкой. Сюда нажимаем будет «Play». Если мы сюда нажмем, у нас эта аудиозапись сразу скачается. Если мы нажмем сюда, то мы ей сможем поделиться в социальных сетях. То есть отличный сервис. Давайте проверим. Нажмем «Play». И вот эта запись играет. Можем также быстро перематывать. Вот. То есть все очень хорошо работает. Теперь давайте ту же аудио поставим не на страницу, а на запись какой-то рубрики. На самом деле нет никакой разницы, что в страницу встраивать аудио, что в рубрику. Я это один раз покажу. Допустим, нажмем «Блок новостней». И выберем какую-нибудь запись. Например, «Цвет машины». Запись у нас «Цвет машины». Нажмем на надпись «Редактировать запись». И вот сюда, тоже переключаясь визуально, мы смотрим, где мы хотим выбрать ставить эту аудиозапись. Допустим, я хочу это сделать сначала. Тогда я перехожу в текст. И вот в самом начале, вот сюда, поставлю палочку, нажимаю «Enter» и в верхней полоске вставляю этот код. Нажимаю «Ставить». Обновляю страницу. Все, теперь нажимаю «Просмотреть запись». То есть, что в страницу вставлять, что в запись, не имеет никакой разницы. Все, также у нас появилась эта аудиозапись на нашем сайте. Далее, давайте теперь вставим аудиодорожку с другой картинкой. Сейчас нажмем «Редактировать запись». И вот этот вот, этот код просто уберем отсюда. Нажмем «Обновить». Нажмем «Просмотреть запись». Все, у нас этого аудио нет. Давайте еще уберем главную страницу. Нажмем на главную страницу. Появилась главная страница. Далее, нажмем «Редактировать страницу». Нажмем «Визуально». Также можем, смотрите, удалять эти коды, кликов по самим этим вещам, по самим этим аудио во вкладке «Визуально». Нажимаем на нее и просто нажимаем «Делит» на компьютере, и она удалилась. То есть, таким образом тоже можно удалять. Не обязательно заходить в текст и выделять и удалять код. То есть, и так, и так это можно сделать. Нажимаем «Обновить страницу». Далее, нажимаем «Просмотреть страницу». Все, смотрим, уже аудио, дорожки нашей нет. Теперь давайте поменяем картинку. Выберем вот такую картинку, где будет у нас поле длинное такое, да? Слева картинка, а справа дорожка. Нажимаем сюда, копируем, возвращаемся сюда и опять нажмем «Редактировать страницу». Допустим, я хочу поставить аудиодорожку после фотографии. Нажимаю на текст. Вижу, что сначала идет код фотографии, и заканчивается он на палочке, там «А» и такая вот кавычечка. Я ставлю следующую вот сюда, следующую строчку, и нажимаю «Вставить». Обновляю страницу. И нажимаю «Просмотреть страницу». И вот, эта аудиодорожка у нас вставилась уже в другом виде. Также все работает. Нажмем «Play». Также все работает, как бы... Пауза. Также можно скачать ее себе на компьютер. Также можно поделиться. И поставить лайк. Это самый простой способ, как добавлять аудиодорожки к себе на сайт. Просто вам нужно зарегистрироваться на SoundCloud, загружать туда свои аудио, либо записывать в онлайне. Это даже можно сделать как с телефона, так и на сайте. И добавлять к себе их на сайт. Все свои аудиодорожки. Также можно писать вот здесь какие-нибудь, допустим, поиск. Нажмем, напишем что-нибудь. Нажмем вот это вот, да. То есть мы здесь находим других исполнителей песен, которые тоже делятся своими песнями и аудио. То есть также мы и другие песни можем добавить к себе на сайт, да, добавить к себе на сайт и поделиться ими. Не только своими аудио, но и другими людьми, которые все на SoundCloud существуют. Смотрите, есть одно ограничение на SoundCloud, где можно бесплатно использовать только 2 часа для своих аудио. Только вы 2 часа можете загрузить всех аудио. И дальше вам будет это ограничено. Дальше вам будет предлагаться оплатить аккаунт, чтобы вы загружали больше аудио, да, больше 2 часов. Я предлагаю схитрить немножко. Можно, конечно, и оплатить. А если у вас пока бюджета нету, то вы просто можете создать себе новую почту и заново зарегистрироваться. И также использовать это в SoundCloud. Это такая маленькая хитрость. Далее вернемся на свой сайт. Нажмем «Редактировать страницу» и удалим эту аудиодорожку. Нажму на нее и нажму «Делить на компьютере». Удалю. Нажму «Обновить страницу» и «Просмотреть». Смотрите, следующий один сервис, который я вам покажу, где нет ограничений. Этот сервис называется «PodFM». То есть, он вот таким образом называется «PodFM.ru». То есть, здесь также нужно зарегистрироваться и также можно размещать свои аудио и дорожки. Давайте перейдем на него. Ну, смотрите, в этом сервисе мне не нравится то, что он не так красив. То есть, когда мы будем вставлять этот плеер к себе на сайт, он не так красиво выглядит. Я вам просто покажу, нажав на мои подкасты, нажав на любую запись. Я вам просто покажу, как выглядит этот плеер. Этот плеер выглядит следующим образом. Он выглядит вот таким вот сереньким и узеньким, без всяких картинок и не такой красочный. Для того, чтобы им поделиться и вставить к себе на сайт, вам нужно, опять же, предварительно зарегистрироваться, закачать сюда аудио свое, потом перейти на эту композицию, на свое аудио, и далее нажать «WordPress». И теперь уже этот код скопировать и вставить к себе на сайт. Мне больше нравится SoundCloud, и я пользуюсь им. На этом мой видеоурок закончен. Встретимся в следующем видеоуроке. С вами был Джиллав. Пока. С вами был Игорь Негода.